Сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя, который завладел чужой картой. Найдя её, он воспользовался случаем и купил себе товары в продовольственных магазинах города. В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере свыше 20 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 3, пункт Г. Заявлением на аналогичное преступление обратилась 54-летняя жительница города. Она сообщила, что с её потерянной банковской карты произошло списание свыше 7 тысяч рублей. По горячим следам сотрудниками уголовного русского установлено и задержанное лицо, совершившее хищение денежных средств банковской карты, им казался 57-летний житель города, который дал по данному факту признательные показания. Также за последние дни нефтьюганцы повелись на уловки мошенников и потеряли в сумме 450 тысяч рублей. Одной горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя. Убедил обратиться в банк, взять займ и перевести деньги якобы на безопасный счёт. Обратилась в банк, оформила кредит на сумму свыше 350 тысяч рублей. И указанные деньги по указанию злоумышленников перевела на указанный имя счёт. Злоумышленники продолжают наживаться на доверчивости нефтьюганцев и на сайтах бесплатных объявлений. Так, 32-летний горожанин планировал купить в интернете компьютерный монитор. Договорился с продавцом, перевёл на счёт продавца 15 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь. Как позже выяснилось, сайт был фишинговым. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье мошенничества. Также сотрудники госавтоинспекции зарегистрировали 13 ДТП с одним пострадавшим. У мужчины с 79-го года рождения был зарегистрирован ушиб тазобедренного сустава. Сейчас он проходит обследование в травматологическом отделении местной больницы.